Здравствуйте, мои маленькие друзья! С вами Олеся Клоунесса, ведущая детских праздников. И сегодня мы с вами, мои маленькие зрители, будем путешествовать по сказке. Сказка называется «Волк и семеро козлят». Вы ничего не боитесь? Тогда садитесь поудобнее и слушайте сказку повнимательней. Жила-была в избушке в лесу коза с козлятками. Коза часто уходила в лес искать корм, а козлятам наказывала. «Двери никому не отворяйте, по лесу бродит злой, голодный волк». Воротится коза, постучится в дверь и запоет. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молочка принесла». Козлятки тотчас отопрут дверь и пустят мать. Она накормит их и опять уйдет в лес. Волк все это подслушал, и только коза ушла в лес, подошел к избушке и запел своим хриплым страшным голосом. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молочка принесла». А козлятки, да и отвечают, «Слышим, слышим, не матушкин это голосок, наша матушка поет тоненьким голоском, уходи, волк, прочь». Воротилась коза, постучалась в дверь и запела. «Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отворитесь, ваша мама пришла, молочка принесла». Козлятки открыли дверь, впустили маму и рассказали ей, как приходил к ним злой и страшный волк и хотел их съесть. Она накормила их и, уходя в лес строго-настрого, наказала никому, кроме нее, дверь не открывать. Только коза ушла, волк прибежал к избе, постучался и запел тоненьким голоском. Он дома тренировался в своей избушке, чтобы спеть песенку красиво. «Козлятушки, ребятушки, отворитесь, отопритесь, ваша мама пришла, молочка принесла». Козлятки так шумели, так баловались, что не признали волчьего голоса. И открыли волку дверь. Волк вбежал в избу и проглотил всех козлят. Только один козленочек уцелел, он в печь спрятался. Пришла домой коза, дверь открыла, а в избе пусто. Заглянула в печь и нашла одного маленького козленочка. Как узнала коза о своей беде, горько заплакала и запричитала. «Ах вы, детушки мои, козлятушки, на что же вы дверь отпирали? Злому волку на что достались?» Услыхал волк и говорит козе. «Что ты, кума, я же не ел твоих козлят!» А коза боднула волка рогами в брюхо. И пузо волка лопнуло. Козлятки выскочили оттуда, допрыг к матери. И стали они жить-поживать, до ума наживать. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец! Ну что, ребята, а мы с вами будем путешествовать дальше. И сейчас мы попадаем в страну мультфильмею и будем смотреть мультфильм. А я с вами прощаюсь. Спокойной ночи и хороших сладких снов. Пока!